МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня в выпуске. Проезд в автобусе станет дороже с 1 ноября. Депутаты обсудили новые тарифы. Деньги или лекарства федеральные льготники должны сделать выбор. Читаем вслух. Во Дворце детского творчества открылся новый сезон городского проекта. Далее расскажем по всем подробно. 30 рублей за наличные расчеты, 28 за безнало. Такие цены на проезд предлагают установить в городе с 1 ноября. Ранее на Думском комитете звучали другие цифры. Стоимость проезда предлагали поднять до 33 и 31 рубля соответственно. Причем с 1 октября. Напомним, сейчас проезд в Сарове стоит 22 рубля за наличные и 20 за безнал. За одну поездку по безналу 28 рублей. По наличке 30 рублей. И по проездным это 25 и 26. Ну то есть 25 это 80 дней, 50 поездок это 26. Даже при этих цифрах, то есть у Горавтотранса будет наблюдаться небольшой минус в результатах деятельности. Повышение не коснется проездных билетов для льготных категорий граждан. Компенсировать такое резкое повышение планируют проездными. Они станут выгоднее. Так те, кто регулярно пользуется общественным транспортом, смогут приобрести проездной. И одна поездка обойдется ему в 25 или 26 рублей в зависимости от количества поездок. Мы сделаем чуть меньшее повышение в процентном отношении для проездных. То есть если человек работает, но ездит на общественном транспорте ежедневно, для него повышение будет в абсолютных цифрах меньше, чем он будет пользоваться оплатой по факту. Предварительный годовой убыток Горавтотранса составит при этом около 3 миллионов рублей. Его планируют компенсировать за счет оптимизации расходов перевозчика. О какой-то весомой прибыли говорить пока рано, считают представители МУП Горавтотранс. Сейчас важно выйти в ноль. На предприятии непростая ситуация. Существенно на нее повлияло то, что последнюю дексацию тарифов в Сарове проводили 4 года назад, в 2018 году. Рассчитывать на такую манну небесную, что сейчас Горавтотранс озолотится и у него появится такая прибыль, которую он не будет знать куда девать, давайте так. Ну плюс 4 года убытка. Мы их накопили. Мы их накопили. Это тоже висит домокловым мечом сегодня на Горавтотрансе. Они ведь никуда не делись. Предприятие продолжает работать. 4 года. Вот наш результат хозяйства. Проект решения депутаты вынесли на заседание Думы с рекомендацией принять. Анна Пилипец, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей. Саров, 24. Дугхантеры травят собак. Защитите животных. С такой просьбой к депутатам обратилась саровчанка Анастасия Зорина. Проблему безнадзорных животных включили в повестку Думского комитета. Сейчас по городу бегает около 250 половозрелых псов. Такие цифры приводит волонтер Светлана Романова. Собаки сбиваются в стаи в тщетных попытках найти пропитание. Помогите нам, пожалуйста, потому что это ужасно. Мы боимся за детей, за своих животных. Несмотря на то, что, как говорят, что у кого-то, как вы дурят, да? Люди нет, достаточно поюхать животных. То есть ситуация вышла уже из ряда вод, уже дальше нет. Мы потеряли овчар, проеки, паски. То есть животные гибнут просто массово. В ходе бурных обсуждений стало понятно, что докхантеры – лишь верхушка айсберга под названием безнадзорные животные на улицах города. Одни считают, что популяция животных без владельцев растет из-за недостаточного финансирования программы ОСВВ – отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск. Другие видят причину в том, что городской приют закрыт. Достаточно продолжительное время он находится на ремонте. Но все меры работы с безнадзорными животными – лишь следствие. Разбираться нужно с причиной. То есть, если сейчас предположить ситуацию, что вот эти 250 собак куда-то денутся, проблема решится? То есть из дома никто не выгонит? Нет, в большинстве с вами всё. Потому что в этом законе, который ещё ОСВВ, есть ещё один закон, который штрафует людей за плохое содержание, жестокое животное. И выброс животного на улицу – это жестокое. Сколько в Сарове за последние пять лет на две штрафовая сайта? А кто за этим следит? Люди. Ни одного, да? Ни одного. Стая бездомных собак – результат безответственного отношения людей, которые абсолютно уверены в собственной безнаказанности. Решать эту, казалось бы, нравственную проблему нужно на законодательном уровне. Из европейских стран, там всё просто. Там все собаки чипированы, у каждого есть хозяин. Ты платишь нам большие налоги за эту собаку, за то, что её содержит в доме. И если она, не дай бог, оказывается на улице – всё. Завтра тебе заходит полиция и, соответственно, облагает себя соответственными штрафами, которые идут, в том числе на поддержание государственных программ по контролю за бездомными животными. В Сарове практику чипирования уже применяют только к кошкам. Пушистым жителям частного приюта Мурдом ставят чип перед тем, как отдать в семью. Так кота становится проще найти, если он вдруг потеряется. Вопрос с бездомными животными депутаты будут разбирать на заседаниях рабочих групп. Анна Пилипец, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24. 12 квартир в доме по улице Зернова, 24, бесплатно получат очередники. Право на застройку этой территории предоставили в обмен на продажу застройщикам 30% квартир в доме городу по цене в 17 тысяч рублей за квадратный метр. Итоги муниципальной программы обеспечения саровчан доступным и комфортным жильем на Думском комитете представила начальник управления по жилищным вопросам Елена Кельина. Мы эти квартиры заказываем сами по метражу, исходя из интересов наших очередников. К сожалению, остался очень большой слой, это одиноко проживающие граждане, уже ближе к пенсионному возрасту, который, к сожалению, не сложилось в семейной жизни. Они у нас живут в общежитиях, и сейчас вот трое из них поедут в однокомнатные квартиры, очень уютные, 27,9 метров, такие, ну, комфортные. Девять трехкомнатных и три однокомнатных квартиры передадут очередникам с отделкой, электрическими плитами и сантехникой. Переезд новоселов на Зернова, 24, освобождает комнаты в общежитии и маневренном фонде, что в общей сложности приводит к улучшению жилищных условий примерно для 50 человек. Эти 12 квартир дали такой эффект снежного кома. Мы, благодаря распределению, получили еще две двухкомнатных хрущевки, четыре общежития квартирного типа, несколько комнат и блоков в общежитии, и еще, скорее всего, будет две квартиры в спецфонде для отдельных категорий граждан. Также в марте этого года семь молодых семей получили свидетельство на жилье. В общей сложности приобрели 361 квадратный метр жилой площади стоимостью 28 миллионов рублей. Ну, так как у нас ценовая политика, ну, довольно-таки высокая в городе, а в рамках программы жилье можно приобретать и за пределами города, на территории Нижегородской области, поэтому у нас были приобретения и Арзамас, и Первомайский город Нижний Новгород, и, по-моему, еще Сатис, да, и в Сатисе одна квартира. Четыре квартиры также в этом году получили дети-сироты. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24. Для садоводов и огородников, которые хотят продавать свой урожай, организованы ярмарочные площадки у магазина «Перекресток» на улице Московской. Торговые места бесплатно предоставляются саровчанам, которые не зарегистрированы как предприниматели, не перепродают продукцию и могут документально подтвердить наличие сада или огорода. В противоположных случаях за возможность продавать в павильонах необходимо будет заплатить. Работает она с утра до 7 вечера. В 7 вечера, безусловно, уже становится темно, но, тем не менее, там уже гражданин сам решит, в какое время ему выйти. Это не обязано, что он должен выйти в 9 утра и, например, до 7 вечера там отстоять. Нет, он может выйти в любое удобное для него время, будь это, может быть, в обеденный, либо в вечерний, чтобы он захватил высокий трафик пешеходов и покупателей. Кроме плодово-овощной продукции, продавать в павильонах можно и саженцы, кустарники, растения, цветы. Все, что выращено на огородной земле. Реализовывать мясо и молочную продукцию в ярмарочных павильонах запрещено. Она требует у нас прохождения ветеринарного контроля. С этой продукцией можно уже обращаться на рынок, на наш городской рынок, торговый парк АСС, Димитрово-8. Там у нас работает ветеринарный врач. Будет продукция вся проверена. И осуществится допуск именно для реализации этой продукции на рынке в рамках и в помещении специализированном. Продавать урожай на ярмарочной площадке можно будет до 30 ноября. Всего у магазина «Перекресток» оборудовано 12 палаток с двумя или тремя торговыми местами. Также предусмотрены места для автолавок. По всем организационным вопросам обращайтесь к Ольге Николаевне Крюковой по телефону 754-58. А если вы хотите приобрести урожай, рассаду или фермерскую продукцию из первых рук, то приходите в воскресенье 18 сентября на традиционную осеннюю ярмарку в торговый парк АСС. Урожане знают, это ежегодный формат. Один раз она у нас проходит осенью, приурочена к сбору урожая, о том, что там можно закупиться овощной продукцией, сделать заготовки на зиму. Точно так же побаловать себя и сувенирами, и прекрасная качественная рассада будет представлена, саженцы плодовых деревьев. На торговые точки соберутся продавцы из разных регионов – Нижегородской и Владимирской областей, Республики Мордовия и Адыгея. Ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, жители блокадного Ленинграда, инвалиды и дети-инвалиды – еще ряд некоторых категорий граждан должны до 1 октября определиться с набором социальных услуг. Он включает в себя несколько пунктов, в том числе обеспечение необходимыми лекарствами. Вместо этого гражданин может отказаться полностью или частично от этого набора и выбрать деньги. Размер набора социальных услуг составляет 1313 рублей 44 копейки в месяц. Основная часть из этой денежной компенсации, конечно, составляет на лекарственное обеспечение. Это около 1100 рублей. Нужно понимать, что это очень маленькая сумма в случае, если пациент отказывается в пользу денежной компенсации. Надо понимать, что пациенты с хроническими заболеваниями, с вновь диагностированными заболеваниями, тратят на лекарства и на лечение гораздо больше. Если пациент откажется от льготы и будет получать денежную компенсацию, то все время лечения, включая дорогостоящие, ляжет на его плечи. Решение гражданин принимает раз в год, до 1 октября. Оно вступит в силу с 1 января следующего года и действует год. За это время у пациента могут обостриться хронические заболевания и возникнуть новые. Современное лечение таких актуальных заболеваний, как онкологические заболевания, сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия – очень дорогое. Стоимость препаратов, входящих в комплекс химиотерапии, может достигать нескольких сотен тысяч. Мы знаем, какие дорогие инсулины сейчас. Если пациент выберет обеспечение лекарством вместо денег, ему гарантированы качественные препараты в соответствии с современными клиническими рекомендациями и медицинские изделия. Перечень лекарств в случае сохранения набора социальных услуг определен программой государственной гарантии, регулярно обновляется. Наших горожан мы призываем ответственно подойти к принятию решения. И, конечно, доктора нашей клинической больницы призывают оставить, сохранить за собой право на набор социальных услуг в части лекарственного обеспечения для качественного амбулаторного лечения. Сообщить о своем решении граждане должны в Пенсионный фонд до 1 октября. Екатерина Пенова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24. Всероссийский творческий конкурс «Слава Созидателям» проводится с 2016 года в 23 городах присутствия атомной промышленности по инициативе «Росатома». Конкурс посвящен тем людям, которые внесли вклад в развитие атомной отрасли и становление городов присутствия госкорпорации. В этом году творческие работы участники представляли в двух номинациях. В комиксе о Созидателе нужно было нарисовать серию иллюстраций о значимом событии в жизни ветерана. А один в один с Созидателем – это воспроизведение архивной фотографии героя в похожей одежде и позе. Выбираешь любую фотографию Созидателя. Прям в точь-точь надо одеться как-то. Вот, например, мы выбрали фотку, где девушка с парнем сидят на мотоцикле и просто сидят и ездят в нем. Вот мы повторяли такую фотку с папой моим. От Сарова в конкурсе «Слава Созидателям» участвовали 22 человека. Одним из победителей федерального этапа стал саровчанин Александр Василенко – студент политехникума, который сделал фотографию в номинации «Один в один с Созидателем» с Юрием Алексеевичем Трутневым. В качестве подарка Александр получил поездку в Москву в дни осенних каникул. Я хочу сказать, что независимо от того, сколько участников, качество работ становится из года в год все выше и выше. Интереснее, подходы более творческие, содержание более интересное у ребят. Ну, наверное, в этом и главное. Потом людям старшего поколения важно внимание, которое им уделяют, пока участвуют ребята в этих конкурсах. Второй год участники конкурса из Сарова оселенеют левый берег реки Сатиса, высаживая деревья и кустарники. Ребята и их родители трудились вместе. Участникам муниципального этапа конкурса помогал и председатель Городской думы Антон Ульянов. В этот раз на прогулочной набережной можно будет увидеть порядка 50 саженцев – клёнов, спирей и дёрнов. Данные саженцы высаживались в рамках муниципального контракта на содержание данной территории и в рамках сегодняшней акции. Подрядчик выполнения работ в муниципальном предприятии ДЭП. Содержание данных насаждений будет осуществляться также в рамках муниципального контракта по содержанию данной территории подрядчик ДЭП. Мини-субботник завершился церемонией награждения. Антон Ульянов вручил дипломы и памятные подарки всем участникам конкурса «Слава Созидателям». Светлана Юрунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Осенняя неделя добра стала в Сарое традиционной. Её проводят уже несколько лет, и с каждым годом количество участников растёт, рассказал руководитель Ресурсного центра добровольчества Илья Архипов. Организаторы всегда стараются придумать для участников акции что-то необычное и интересное. У каждой недели добра есть своя фишка. Ресурсный центр добровольчества проводит ряд мероприятий, направленных на развитие волонтёрства, для того, чтобы жители участвовали во всяких акциях. Это общегородской день чистоты. Проводим субботник, чистые игры. Также мы запускаем небольшой флешмоб, называется хэштег «Саров без авто». Горожанам предлагают сделать селфи по пути на работу в школу или даже в магазин, выложить в соцсетях с хэштегом «Саров без авто» и написать короткую историю о том, как здорово не пользоваться машиной, а ходить пешком или ездить на велосипеде. А ещё в рамках недели добра будут субботники, сборы пожертвований и челленджи. На открытии недели добра мы запускаем челлендж, называется «Улыбка друга». Челлендж подразумевает создание также ВКонтакте поста или фотографии, где мы улыбаемся и передаём привет своему другу, указываем этого друга в посте, и друг в свою очередь передаёт уже кому-то другому. Вот таким образом мы хотим наполнить улыбками наш контакт. Фотографируйте свои добрые дела, выкладывайте фото в соцсетях с хэштегом «Неделя добра Саров». Её итоги подведут 26 сентября в Молодежном центре. Участвуйте в наших мероприятиях, выкладывайте добрые дела с хэштегом «Неделя добра Саров». В конце будем подводить итоги. Чистим город, чистим карму, а в конце ещё и наградим. Вот так. Уже несколько лет в Сарфотеине Яумифи работает медиа-центр «Импульс». Дизайнеры, копирайтеры, фотографы, видеографы и художники, в роли которых выступают сами студенты, освещают все знаковые события в жизни института. Они постоянно участники всех мероприятий, которые проводят Сарфотеине Яумифи. Они помогают в создании мерча, афиш и наград. Работы очень много. Нам люди нужны как никогда. То есть с каждым разом работа всё увеличивается, я бы даже сказала. И мы всегда поддерживаем все направления, которые у нас ребята хотят освоить. То есть даже если они чего-то не знают, мы можем научить тоже фотографии, видео. Пропустили уже очень много эмоций, очень много лиц в фотоаппарате. То есть каждых людей запоминаешь, каждых людей видишь. И в принципе тебя все видят, но за объективом. Возможно, моего лицо никто не знает, но я их знаю. В каждом филиале в главном ВУЗе НИЯУМИФИ есть медианаправление, которое лежит на плечах студентов. Ответственных за эту часть студенческой жизни собрали на московской площадке на медиашколе. Главной цель этого мероприятия – познакомиться с новыми идеями в плане съемки, подачи контента, чтобы развивать сообщество своих альма-матер в социальных сетях. Несмотря на то, что студенты, занятые в этом направлении, будущие инженеры, медиасфера многим из них интересна. Технически не значит, что это должно ограничиваться только математикой и физикой. Поэтому я считаю, что творчество – это все-таки не только хобби, это то, ради чего стоит уделить хотя бы немножко времени свободного. Помимо медиашколы, параллельно на площадке МИФИ шло обучение кураторов. Это студенты, которые занимаются сопровождением первокурсников. Показывают им город, учат в нем ориентироваться, помогают с устройством быта и с учебой тем, кто впервые переступает порог института. Мне очень понравилось на самом деле на школе кураторов, что мы познакомились со всеми филиалами. Потому что у нас была отдельная группа филиалов, где были самые активные люди. Буквально за ночь-две мы готовили огромные проекты, которые делали месяцами, например, здесь. То есть это огромный опыт. Мы разбирали различные кейсы, ситуации, которые происходили у каждого в институте. Пытались найти какие-то решения, прийти к чему-то общему, компромиссу. Кураторами обычно выступают студенты старших групп. На попечении двух кураторов целая учебная группа. Это около 20-25 человек. Для первокурсников куратор – кто-то вроде старшего брата или сестры, который помогает пройти процесс адаптации, сплотить студенческое сообщество и привнести что-то новое в жизнь вуза. На мой взгляд, это крайне важно, потому что, когда человек приезжает на первый курс, я просто сама не из Сарова, приезжала издалека, из Московской области. Поэтому я знаю, что такое адаптация, когда на тебя сваливается огромная учебная нагрузка, когда ты начинаешь весь быт тащить на себе разговорным языком. Это очень сложно, не хватает времени. И куратор необходим для того, чтобы ребятам эту адаптацию максимально сгладить. И хотя общественная деятельность занимает у наших героев много времени, они полны сил и энергии продолжать и развивать свои идеи. И, как говорят студенты, все их начинания находят поддержку у администрации вуза. Те, кто говорят, что в физическом вузе нет места к каким-то более социальным вещам, они не правы абсолютно, потому что все наши студенты, студенты инженерного вуза, тем не менее, они занимаются и медиа, занимаются и социальной деятельностью, и помощью, и волонтерством, и не только в городе Саров, но и по всей России в принципе. Многообразие осенних красок, запах цветов и обилие плодов. На выставке ярмарки «Осенние мотивы» столы ломились от большого количества различных овощей, фруктов и домашних заготовок, которые подготовили ветераны. Всех гостей праздника угощали свежими яблоками и теплым чаем со сладостями. Ежегодный праздник осеннего урожая в этот раз прошел на площадке Центра культуры и Досуговниев. Они, как говорится, все лето ухаживают за своими цветочками, овощами. И вот результат сегодня того трудного года. Очень было жаркое, знойное лето, приходилось очень много поливать, ухаживать. Садоводы-любители, конечно, они потому и любители, и садоводы, они с чувством, с любовью относятся ко всему тому, что они посадили. И вот сегодня, говорю, мы урожай этот весь смотрим, видим. Чтобы это была постоянная наша выставка, ежегодная. И ваше достижение радует вас всех нас. Поэтому год сегодняшнего, кстати, у нас 75-летняя организация профсоюзная. Вы все члены профсоюза были, есть и будете. Я вас поздравляю с этим юбилеем. Желаю всем вам здоровья, успеха, долгой, счастливой жизни. Раньше на мероприятии выставляли только урожай. Теперь же на выставке-ярмарке можно увидеть интересные работы саровских мастериц. Украшения из камней и бисера, предметы декора в техниках джутовая филигрань и декупаж. Работа из глины, картины. Ирина Павловна Сорока увлеклась декупажем на пенсии. Захотела сделать друзьям подарки своими руками, а также дать вещам вторую жизнь. Женщина использует в своих работах трикотаж и точечную роспись. Фок-техника декупаж, в принципе, это была совершенно ненужная бутылка. Я на ней просто училась. Но она оказалась очень удачной. Это использование трикотажа, использование веревочек. И вот такая, она у меня называется «Южная ночь» бутылка. И она получилась одна из самых хороших. На ярмарке «Осенние мотивы» также можно было купить фермерскую продукцию – домашний хлеб, масло, творог и посадочный материал. Ежегодный праздник «Осеннего урожая» прошел при поддержке профсоюзного комитета в НИЭФ. Светлана Нирунова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24. Писатель Курт Воннегуд родился в семье американцев немецкого происхождения. Во время Второй мировой войны он записался добровольцем на военную службу. Писатель пережил немецкий плен, а также бомбардировку Дрездена в 1945 году. Воспоминания и впечатления Воннегудта нашли отражение во многих произведениях, среди которых и роман «Бойня номер пять» или «Крестовый поход детей». Это произведение принесло автору всемирную известность. В этом году исполняется 100 лет со дня рождения писателя Курта Воннегудта. Роман трехчастный, трехуровневый. Мы с вами читаем только уровень войны. Там есть еще уровень мирной жизни, события, которые происходят с главным героем Билли Пилигримом, и фантастика. Вообще Воннегудт он фантастик, по большому счету. Но этот роман очень важен, потому что он описывает то, чему был свидетелем. Новый сезон проекта «Читаем вслух» открыли десятиклассники школ Сарова. Роман «Бойня номер пять» или «Крестовый поход детей» позволил ребятам по-новому взглянуть на события Второй мировой войны и узнать правду о страшном историческом прошлом от первого лица. Книга произвела впечатление и на старшеклассников, и на преподавателей. В целом, сегодняшние прочитанные фрагменты книги заставили задуматься. Сама мать двоих детей отрывки тронули за душу, в какой-то момент даже прослезился. Ученики школы номер семь ежегодно принимают участие в проекте «Читаем вслух». Сегодняшние старшеклассники читают в стенах Дворца детского творчества, начиная с пятого класса, и в каждый раз открывают для себя что-то новое. Это произведение до этого я еще не знал, но когда нам раздали наши отрывки, сказали название, я до этого прочитал его полностью, оно мне очень понравилось. В нем описываются военные действия, война, как было все на самом деле, там очень много правды. Я считаю, историю нужно знать. Мне дали отрывок произведения, мне сказали, произведение, которое будет, оно меня заинтересовало. Полностью я его не прочитала, но собираюсь это сделать в ближайшее время. Следующая встреча в Дворце детского творчества в рамках проекта «Читаем вслух» состоится 12 октября. Пятиклассники прочитают фрагменты книги Владимира Железнякова «Чутак из пятого Б». Во время летних каникул педагоги не только отдыхают, но и продолжают повышать свое профессиональное мастерство. Дарья Кварта, педагог детской школы искусств, приняла участие сразу в нескольких международных вокальных конкурсах. И во всех добилась высоких результатов, стала лауреатом первой степени. А на конкурсе музыкальной страницы Дарья Александровна взяла свое первое гран-при. Мы записали видео Кабалевского сказка о старушке с концертмейстером Рыжовой Ольгой Владимировной. Просто очень интересное произведение. Там можно сделать его театрально, то есть показать всякие образы разные. Это очень интересно, даже немного смешно, может быть. С конкурса музыкальной страницы также пришел и отзыв члена жюри, который отметил. Исполнительница в своем выступлении демонстрирует чистую интонацию и прекрасный тембр голоса. Участнице присуща сценическая свобода. Она активно использует и актерское мастерство. Также прослеживается работа с исполнительскими нюансами. Дарья Кварта получила и специальный приз за артистизм. Участвуя в различных конкурсах, педагог показывает пример своим ученикам и сама учится новому. Всегда нужно учиться и продолжать учиться. Даже я всегда вспоминаю, когда смотрю Анну Нетребко, это очень известная оперная певица. И она настолько, будучи всемирно известной певицей вообще по всему миру, она говорила, что когда она возвращается в Москву, она всегда идет к своему педагогу, который научил петь и просит что-то исправить. Хотя там нечего исправить. Своих учеников Дарья Кварта также привлекает к конкурсной деятельности, чтобы у юных вокалистов была хорошая сценическая практика. Сейчас педагог готовится к новым конкурсам и фестивалям вместе со своими воспитанниками. Светлана Юрунова, Евгений Шикриев, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24. 521, 522, 523. Дергаем кольцо. Эта фраза отложилась в памяти юных десантников надолго. Простая считалочка помогала отмерить время в полете, через которое нужно раскрыть парашют. На военно-полевых сборах десантник однажды, десантник навсегда. 17 саровчан освоили прыжки с парашютом. Шестеро из них прыгали в первый раз. Срешнее всего стоять в самолете, когда вот открытый люк, мимо проносится ветер, ты смотришь вниз и просто все застилается весь разом, и ты выпрыгиваешь оттуда. Летишь первые три секунды, это страшно, а потом просто так уже наслаждаешься. Второй прыжок не так уже запомнился, но он был на следующий день, так что большого промежутка времени между ними не было. Почти то же самое. Прыгали юные десантники на аэродроме города Богородск. Перед практикой обязательный теоретический инструктаж. Затем ребята закрепляют, как выпрыгнуть из парашюта, вести себя в воздухе и как правильно приземляться. На сборах саровчане были три дня. В первый день после приезда ставили армейские палатки и дежурили на полевой кухне. Сборы начинались с того, что нас загрузили в автобус, отправили, мы приехали, разгрузились. И первое, самое, не знаю, наверное, всем запомнилось, тем, кто особенно не прыгал, это сбор палаток. Это было самое страшное, наверное, для них, что там происходило. Потому что, ну да, армейских палаток. Потому что по большей части много человек приехало на такие сборы в первый раз, и для них это было как-то в новинку. Помимо прыжков с парашютом проводили огневую подготовку по обращению с оружием. По вечерам все смотрели военные фильмы. Полевые сборы для участников военно-патриотического центра «Полигон» не редкость. Такие выезды не устраивают по нескольку раз в год. В октябре Никита Семин участвует в поисковых работах. В прошлом году они работали в Демянском котле, где находили и перезахороняли останки советских солдат. Очень было страшно по ночам, когда у нас выходили в ночную караулу, были дикие животные, такие как еноты. Они у нас очень часто вырвали из мусора к психе-еду, светили фонариками, и очень много было глаз. Это очень было страшно. Кто-то хочет в будущем работать в правоохранительных органах, а кто-то готовится к воинской службе. У юных саровчан были разные мотивы выбрать направление военно-патриотической подготовки. Но одно их объединяет абсолютно точно – это любовь к своей стране, к родному краю. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.